Тишина. Идет экзамен. Только сдают его не школьники, а взрослые. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в Подмосковье проходит уже четвертый год. Состоялся экзамен и в Щелкове. В этот день его решили сдать 30 человек. Алла Синенко решила поддержать дочь, ученицу Щелковской школы номер 12, которой в этом году предстоит сдача единого государственного экзамена. Безусловно, мы очень волнуемся, потому что в жизни ребенка такой ответственный период. Несмотря на то, что эта акция для родителей, правила здесь такие же строгие, как и для самих выпускников. Мобильный телефон и другие личные вещи остаются за дверьми кабинета. Вначале проходим через металлодетектор, затем досмотр, и уже потом отправляемся на экзамен. Пронести шпаргалку тоже не получится. В помещениях установлены видеокамеры. На столах документы, удостоверяющие личность, а также предоставленные констовары, черновики и экзаменационные материалы. Сами задания заранее неизвестны. Хотелось бы, конечно, отметить, что сама акция, она в первую очередь направлена на то, чтобы ознакомить родителей с самой процедурой как раз-таки. Условий для успешного сдачи единого государственного экзамена. Вместе с родителями будущих выпускников к сдаче ЕГЭ присоединились руководители муниципальной сферы образования, сотрудники правоохранительных органов, народные избранники к власти городского округа Щелково. Поддержать будущих выпускников решила глава округа Сергей Горелов. Честно скажу, был немного удивлен тем, как строится сам экзамен, как происходят ответы. Но могу сказать, что заканчивал свой экзамен я сочинением и выбрал для себя эпоху перестройки, которая мне близка, знакома. Это с 1985 по 1989 год. Поэтому надеюсь, что сегодня мы своим примером покажем всем школьникам, которым предстоят эти экзамены, что бояться не надо. В этом году предметом для экзамена выбрали историю. Сценарий же акции в точности повторяет процедуру итоговой аттестации школьников. Экзаменуемым предстояло ответить на вопросы в форме теста, написать сочинение. Безусловно, вновь сесть за парту волнительно и в то же время интересно, ведь можно вспомнить школьные годы и свой собственный экзамен. Мы же ведь экзамены сдавали, по-моему, начиная где-то со средних классов. И, в общем-то, да, тоже волновались, но чем-то особым он не выделился. Общая атмосфера, которая проходила сдача экзаменов, да, конечно, она помнится и сегодня. Волнение возрастало, естественно, год от года. Любой экзамен – это всегда волнительно, несмотря на то, что ты знаешь программу. И если бы в то время проходили такие акции, безусловно, волнения было бы меньше. Предмет, который сегодня мы сдавали – это история. Это действительно достаточно много дат, событий, которые нужно было вспомнить, повторить, придя на этот экзамен. Поэтому, ну, будем надеяться, что справились. Акция проходит по всей стране. И в различных уголках Подмосковья родители смогли поддержать ребят и понять, как проходит единый государственный экзамен. Итоги же будут известны через две недели. Анна Блиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение. Продолжение следует... Продолжение следует...